Зарубежные компании все увереннее осваивают российский рынок. Одни, как например Electronic Arts, открывают здесь свои представительства и лично ведут дела. Другие налаживают тесные связи с местными издателями и присматриваются, прежде чем перейти к более решительным шагам. Но и те, и другие все активнее устраивают мероприятия и анонсируют в России свои крупнейшие проекты. Именно таким мероприятием стал и московский саммит «Мидуэй», организованный в сотрудничестве с отечественной компанией «Новый диск». Его формат оказался на редкость удобным для прессы. Банкетный зал располагался отдельно от презентационного, так что желающие приятно провести время нисколько не мешали работе нашей съемочной бригады. Сами презентации перемежались перерывами, во время которых можно было без труда задать интересующие вопросы или без спешки взять интервью. В качестве почетного гостя на саммит прибыл Майк Капс, президент компании «Эпик Геймс». Именно он самолично представлял готовящийся к выходу проект «Анриэл Торнамент 3», демонстрируя собравшимся ролики и игровой процесс. К слову, играет он мастерски, в чем мы имели все шансы убедиться воочию. Помимо третьей части «Анриэл» демонстрировались и другие игры компании. Это и военный боевик «Блэк Сайт Эриа 51», и молодежно-гангстерский боевик «Стрэнгл Холд». Наконец, вспоминали про «Гирс оф Вор» — еще один боевик, оригинальное и неожиданно успешное слияние тактики и ужастика. Все эти достаточно разные по стилю игры объединяет движок «Анриэл Энджин 3», так что тема раз за разом возвращалась к главному виновнику «Саммита». Но наиболее интересные вещи обычно приходится слышать в личных беседах, поэтому мы улучшили момент, и в итоге почти час расспрашивали Майка Капса и про третий «Анриэл», и про движок, и еще много про что. К примеру, оказалось, что, по мнению главы Epic Games, некоторые игровые студии ухитряются добиваться от движка «Анриэл» таких впечатляющих результатов, каких не удавалось достичь даже самим его создателям. Заметьте, это говорит глава студии. Судя по всему, компания делает основную ставку на свой инструментарий, и их только радует успехи других разработчиков в его использовании, даже если конечный игровой продукт будет успешно конкурировать с их собственным. Завершилось мероприятие неформальным общением, а под шумок организаторы одарили чемпиона России по «Анриэл 2» игровой приставкой нового поколения. Я буду стараться в ней играть и не побеждать в турнирах. Спасибо всем! Спасибо! Мы же узнали немало интересных подробностей и получили многие из тех материалов, которые вошли в раздел интервью этого номера. Саммит оказался на удивление конструктивным и для общения, и для работы прессы, за что мы весьма признательны предусмотрительным организаторам. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...